Второй раз люди уже не пойдут защищать Родину. Вот я, да, я в прошлый раз пошел оборонять коктебе, да, я пошел. Второй раз из нашей Академии никто не пойдет. Потому что все видели, что со мной было. Меня же чуть не посадили, меня чуть тайным не сделали. Вас сделали обвиняемым, да? Да, то есть вопрос, а почему стрелял, кто стрелял, кто первый стрелял, там, три месяца таскали меня. А самое, что, почему я вот решился на это интервью, меня же предало мое руководство. Меня вот первый зам вызывает и говорит, а кто тебе давал приказ? Я говорю, ну как, ну вот, мы группа, нас комплектовали, вы нас инструктировали. Он говорит, нет, я вам приказ не давал, и замы не давали, и начальник Академии не давал. Я говорю, интересно получается, мне следователь потом говорит, слушай, а кто приказ давал? Я говорю, интересно получается, это я, получается, собрал людей, взял две машины, выдвинулся к тебе, да, и решил самостоятельно оборонять ее, что ли? То есть получается, что письменного приказа же не было? А устно все отказались от своих слов, сказали, не, не, я не давал, я не давал. Вот то же самое по стрельбе на вот это, на КПП. Курсанты погибли, начинают разбираться, почему ни один руководитель не понес ответственностью? Потому что они все сказали, а я ничего не говорил. Письменного не было, а устно отказываются от своих слов. Да, да, устно отказываются, подтверждают все. Да, и вот можете поразсказать, вот на основе этого, какой урок мы извлекаем, и для обеспечения защиты и безопасности, что вы предлагаете свое видение? Вот вы говорили там про бюрократию, про... Да, все-таки действительно я на самом деле пришел на это интервью, в первую очередь, чтобы выявить проблему. Давайте с самого начала, кратко, с самого... Все-таки я ученый, я должен все это системно разложить, я все-таки людям, наверное, будет интересно. Давайте с самого главного начнем. 30 лет наша армия формировалась в парадигме безопасности. То есть 30 лет нам ничто не угрожало. Вообще ничто. Вот январские события, это был шок, понимаете? Никогда и сформировалась целая плеяда офицеров. То есть армия чем... во что превратилась армия? Армия это социальный институт благополучия. То есть человек идет в армию для чего? Потому что в армии хорошо платят, в армии там дают квартиры, в армии этот... Контрактники там местные идут в армию. Социальный хорошо платят. Армия это социальный институт благополучия. Если система, в принципе, работает, начинает работать не на боевую готовность, а на обеспечение благополучия, то естественно, что все наше руководство тоже настроено, грубо говоря, на свое благополучие. Поэтому у нас сотрясают вооруженные силы, вот эти коррупционные скандалы. Один скандал, второй... У нас тоже та же, как и в гражданке, она коррумпирована, она нет вообще. Почему? Потому что армия это социальный лифт благополучия. И когда в этих условиях формируются вооруженные силы, появляются вот такие офицеры, как я. Вот я примерно пришел в войска. Основная моя задача получить образование. То есть я доктор философии, магистратуру, в Москве жил, учился. Мне за каждый день, командировочный день, платили 80 долларов в день. За то, что я там жил. Здорово же. Если бы не эти ненавиатские события, я тоже был бы абсолютно счастлив. А что я уволился? Что бы мне служить и не служить, тем более я молодой. Просто я уже после ненавиатских событий в эту систему вообще никак не вписывался. Вообще. Тем более, как вам сказать, когда прошли ненавиатские события, люди постарались быстрее забыть все это. А я-то не могу забыть. Давайте вернемся сейчас к системе. Вот она, командующая бестолковость. Вот она, во всей красе командующая бестолковость. Это то, что нас ждет. А если бы это пришли реальные боевики? Представляешь, что с нами они сделали, сотворили бы? Если бы мы даже в мир, грубо говоря, в простой обстановке, когда врага-то и не было, мы друг друга перебили. А если бы пришел настоящий враг, что он с нами сделал бы? Вот она, морально-психологическая. Теперь я хочу раскрыть это системно. Откуда идет? Вот я вам сказал, да, что мы, армия, которая создавалась в мирное время, непонятно для чего. И вот система, которая существует как социальный лифт благополучия, что она начинает делать? Она начинает увеличиваться. То есть штаты раздуваются. Штаты увеличены. Почему? Потому что все хотят должности. Он родственник того, то он хочет генеральскую должность. Ты родственник того, ты хочешь полковничество должности. Я хочу полковничество должности. Все хотят. А где их взять? Штаты начинают раздуваться. Итак, первое. Первое, да, что произошло в войсках. Все штаты раздуты. Необоснованно раздуты. Какие в госаппарате, в принципе, назначают заместителей, заместителей, советников? Получается, там у нас все же удивляются, откуда у нас в Казахстане столько генералов, хотя мы никогда не воевали. Все в орденах, медалях. Это все юбилейные, на самом деле. Вы не обольщайтесь. У меня тоже таких много. За свой бой я ничего не получил, а всякие там медальки я наполучал. Юбилеи Астаны, да? Не знаю. У нас есть такая синяя медалька, мы называем, как его, «10 лет копчегаю». Мы там этим медалькам придумывали всякие смешные названия.